Мне вчера исполнилось 30. Замужем 8 лет, двое замечательных детей. Муж Алёшка, однокурсник по университету. До него у меня были связи, но ничего серьёзного, исключительно ради удовольствия. А потом узнала, что для здоровья это просто необходимо. Даже неожиданно. Муж красивый мальчик, теперь конечно мужчина. Умный и милый. Вместе окончили университет и одновременно начали работать в разных компаниях. Я настояла. Поженились рано, а после того как родился первенец, решили покинуть город в поисках недвижимости. Надоело жить в чужой квартире, так и наткнулись на особняк. Большой и добротный. И находился он как раз между двумя городами, что нас в принципе устраивало. Муж работал в Первоуральске, а я в Екатеринбурге. На машине, что ему, что мне 20 минут до работы. До этого у нас всё шло гладко. Дом, работа, отпуск, общие интересы, друзья и разумеется ночные забавы, то что доктор прописал. К сожалению, всё стало меняться с рождением второго ребёнка. Сначала не обращала на это внимание, а постепенно всё самое важное, как я считаю, основная потребность, отошла на задний план. Причём бессознательно, словно в ящик стола положили. Я считаю себя женственной, на работе всегда в ёбке, волосы длинные. Забочусь о бельё, но без фанатизма. Снова начала ходить в спортзал, хотя мне это и не нужно. Когда родились дети, я была молодой, и они не повлияли на мою фигуру. Тело и мозг больше не подавлялись физическими и психологическими задачами. Улыбаясь, могу сказать, я почувствовала весну. Гормоны буквально рванули наружу. Появилось желание удовлетворить мою спящую потребность. Я оставила детей у мамы, пыталась изо всех сил расшевелить мужа, но увы, в нашей брачной постели ничего не менялось. И когда после целого года бесплотных попыток, всё осталось на прежнем месте, я сдалась. Тяжело быть хорошей мамой и неудовлетворённой женой. Бывает, подобное заканчивается очень плохо. Работаю я в крупном банке, законодательным менеджером новых продуктов. Все новые продукты должны соответствовать требованиям закона и правилам банка. Моя работа и состоит в том, чтобы всё было в порядке. Вот почему работаю только с проверенными сотрудниками. Кроме того, я использую внешних консультантов, которых знаю много лет. Среди этих консультантов есть один, который приезжает в Екатеринбург на 2-3 дня, каждые 2 недели. И в эти дни мы практически постоянно вместе, пока работа не будет завершена. Он тоже женат, имеет двоих детей, недавно ему исполнилось 50 лет. Но как ни странно, я не чувствую разницу в 20 лет. Мы словно ровесники. Красивый мужчина, симпатичный, остроумный. Сначала это была привычка, обедать вместе, а потом стало удовольствием. Однажды мы разговаривали о наших интересах, желаниях и семьях. Как-то сама по себе беседа вышла за рамки обычных рабочих отношений. А однажды он предложил прокатиться за город, в один маленький ресторанчик. Когда прошло более часа, а мы еще не доехали, я начала заметно нервничать. «Не переживай, сюрприз, уверен тебе понравится», — сказал он спокойным голосом, и я расслабилась. Мы приехали на большое озеро, на берегу которого находилось здание, похожее на ресторан. Вокруг стояло множество маленьких домиков. Все утопало в зелени, стояла оглушительная тишина. Он взял меня за руку и повел по мощенной дорожке к небольшому бунгало. Внутри я с любопытством огляделась. Маленькая гостиная с кухонным уголком и уже накрытым столом рядом с дверью, через которую можно было увидеть спальню с большой кроватью. Он прикрыл двери, подошел вплотную и негромко произнес. «Надеюсь, это не конец нашей дружбы». И, притянув меня к себе, крепко жал. Сюрприз. Помню я твердо сказала «нет». Пыталась его оттолкнуть. Говорила, что мы женаты. Но он закрыл мне рот своим. Это было так восхитительно, что я сдалась. Мои гормоны, мое трясущееся тело, уставшее от отсутствия ласки, взяли верх. А через минуту поняла, что крепко обнимаю его за шею, чтобы он внезапно не исчез. Потому как кто-то должен был избавить меня от мук и боли, которая выворачивала наизнанку, от пламени, выжигающего меня изнутри. И прекрасно понимая и чувствуя, что сейчас должно произойти и в то же время уже потеряв терпение, я обхватила его пытаясь приблизить как можно быстрее, минуту близости. А потом я будто провалилась. В детстве во сне я иногда так падала, вздрагивала и просыпалась. Но это был не сон. Я провалилась в рай. Туда, куда всегда боялась заглянуть. А он требовал от меня все более безумных поступков. Сначала я в страхе закрывала лицо ладонями, и какое-то время твердила «нет». Но потом подчинялась безропотно его воле. В итоге он ни разу не обманул. И потому каждое новое его желание, я выполняла с большей охотой, чем предыдущие. Женское любопытство смешивалось с надеждой получить новое, нечто еще неизведанное. И это превращалось в такую гремучую смесь, с которой я не могла бороться. За несколько часов я превратилась из добропорядочной жены в изменщицу. Я изменяла мужу и радовалась. Потом долго приходила в себя. Почти до вечера. Я была полностью разбита. Словно меня пропустили через центрифугу стиральной машины. И странно, я в то же время чувствовала наплыв энергии. Но главное, я была счастливой. У тебя давно никого не было. Спросил он, когда мы собирались покинуть гостеприимный домик. Давно, я кивнула, сначала дети, а потом словно одиночество. Я знаю, что это такое, но я не в силах тебе полностью помочь. Потом это пройдет, если не делать встречи слишком редкими. Но сейчас, и он как-то странно замолчал, не закончив свою мысль. Что? Я с удивлением глянула на него. Он некоторое время молчал, потом наклонившись прошептал. Завтра с нами будет наш общий знакомый Илья. Тебе понравится? «Илья, это же брат моего мужа. Что он пытается заставить меня сделать?» Братик стал таким твердым, когда я предложила ему это после отъезда мужа. Отказал мне в грубой форме. Но теперь будет все по-другому. Сейчас у него давно уже никого нет. Я надеюсь, что смогу его убедить, думаю, это совсем не сложно. Сегодняшний день – прямое тому доказательство. Спасибо, что слушали рассказ до конца. Если вам понравился ролик, то поставьте ваш щедрый лайк. Я очень старалась для вас. Подпишитесь на канал, и вы будете моим первым слушателем новой истории из жизни. А я не прощаюсь, а говорю «Услышимся». Субтитры сделал DimaTorzok